всем привет с вами елена вивас и опять я вам вещаю из аргентины как всегда тему для моего очередного выпуска подсказали ваши комментарии и поэтому сегодня я хочу с вами поговорить на такую животрепещущую тему как решиться на иммиграцию когда тебе уже глубоко за 50 и не забываем кто смотрит мои видео вон там вот внизу подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и как всегда жду ваших комментариев пишите прям по мере просмотра какие-то у вас будут возникать вопросы как вы видите я читаю абсолютно все ваши комментарии отвечаю даже хейтером потому что хейтер это всегда почва для новых видео и так как же решиться на иммиграцию когда тебе уже за 50 ну мне в этом плане было наверное немножко легче потому что это уже была не моя не первая иммиграция хотя с другой стороны возникает достаточно пикантный вопрос боже мой лена ты же прожила 10 лет в прекрасной испании в самом красе в самой красивой ее части в самой респектабельной как ты могла это все оставить ну в принципе потихоньку вот шаг за шагом на эти вопросы я сегодня вам и постараюсь ответить и так как же решиться на эмиграцию даже если она вас первое после 50 ну как вот на мой взгляд мне кажется после 50 наоборот эмигрировать намного проще чем например в 35 лет а я не буду говорить про тех кому 18 20 там вообще все просто собрал заплечный рюкзачок небольшие свои пожитки отправился в другую страну строить свою жизнь покорять мир получать новое образование новый опыт жизни и так далее намного наверное где-то сложнее когда тебе за 30 у тебя есть семья маленькие дети ты начинаешь только строить свой бизнес хотя тоже все возможно потому что все в нашей голове и по мне так намного проще решиться на эмиграцию когда тебе за 50 как это было в моем случае когда вот у меня составилась моя большая эмиграция 1 до 43 года это как раз был тот замечательный момент когда мой сын уже встал на самостоятельный путь и это меня подтолкнуло причем таким очень быстрым да таким пендель под зад такой волшебный пендель потому что на самом деле эмигрировать я решила когда мне было примерно где-то но перед 40 скажем так но на тот момент моему сыну было не помню там сколько короче ему было а факт в том что он учился в школе и сына у меня никогда не планировал эмигрировать и естественно как бы тут уже были такие противоречия семейные мне хотелось эмигрировать сын тогда об этом еще не думал это к нему мысль пришла намного позже а вот поэтому я не могла естественно его оставить и какой-то период времени я оставалась в россии а когда же мой сын уже уехал самостоятельно отменен кстати у меня с 18 лет я ему предоставила а самостоятельную возможность планировать свою жизнь до 18 он уже от меня съехал в отдельную квартиру я ему только оплачивала учебу а он параллельно с этим работал уже до с 18 лет у меня сын работал и когда в 20 по моему ему было 20 лет он переехал в москву а устроился на работу и через год я увидела что у него отлично строится карьера плюс он там успешно занимался музыкой я тогда решила ну раз уже у сына все уже прекрасно то я вполне имею право строить свою жизнь иногда могут некоторые мне говорить и но когда нечего терять то можно эмигрировать но на самом деле мне было что терять у меня в россии все было хорошо да что у меня на тот момент на к процессу эмиграции меня было в россии я уже построила свой дом у меня был дом с огромным садом две машины работы да я работала на управляющих должностях я была топ-менеджером но я понимала что принципе я уже всего достигла в этой жизни сын взрослый у него хорошая карьера дом есть машины есть все там что нужно в доме в принципе все это барахло есть работа прекрасная выше потолка я не прыгну а хотелось мне что-то нового и интересного и в принципе в эмиграции я это и видела я понимала что эмиграция это будет как новая жизнь да и сейчас уже когда прошло столько времени я понимаю что да на самом деле эмиграция вам дает возможность в одной в этой жизни прожить несколько жизни и сейчас оглядываясь назад я это прекрасно еще больше чувствую да для меня жизнь в россии осталось где-то настолько позади и это был я не знаю да это была другая жизнь которую я сейчас предка кстати редко вспоминаю что там было в россии хотя там все было хорошо прекрасно замечательно вот у меня уже прошло мои 10 лет эмиграции в испании это была еще одна насыщенная интереснейшая жизнь который я сейчас иногда далее все еще вспоминаю потому что это просто было какое-то сумасшествие безумие постоянные путешествия в месяц у нас на спидометре в машине это только в машины до от 8 до 12 тысяч километров мы по испании и по европе наматывали это еще не считая самолетных переда перелетов на самолетах и также живя в испании у меня было несколько и трансатлантических перелетов и я была в центральной америке пока жила в испании в штатах было два раза летала в южную америку то есть жизнь была настолько насыщенной что сейчас я это вспоминаю как отдельную такую укомплектованную очень интересную жизнь и вот 50 в мои 53 года я решилась еще на одну глобальную эмиграцию и как уже вы знаете сейчас я начинаю строить свою жизнь в аргентине как решилась я все меня спрашивают некоторые чисто вот по дружески мне там писали ну ты там сумасшедшая у тебя там крышу снесло и так далее люди которые меня знают лично которые знакомы со мной близко они прекрасно понимают мой авантюрный характер я им конечно могу позволить любые комментарии в мой адрес и абсолютно это не обижать да немножко сумасшедшие да я хочу познать мир и я понимаю что не все такие да очень много людей традиционных ну здесь что можно сказать если ваша без обиды да если ваша задница к вас гвоздями прибита к дивану и вы считаете что ваша жизнь устоялась что у вас уже все есть и вам больше не надо да пожалуйста можно ждать свой последний путь жить и наслаждаться тем что вы заработали если вас это как-то греет но окей у меня другой склад характера я хочу еще больше познать этот мир этот мир прекрасен и здесь много есть что посмотреть я кстати к этому видео сегодня подготовилась в отличие от предыдущих а вот и сейчас я постараюсь вам ответить на вопросики которые я читала в ваших комментариях и в соцсетях и на ю тубе и так далее и так как же решиться на эмиграцию с зрелым возрастем вот один из самых ложных стереотипов что решится в 50 после 50 очень сложно на перемены да я тоже считаю что это ложный стереотип так как к этому возрасту уже обычно дети взрослые у детей должна быть своя собственная жизнь а карьера сложилась состоялась многие уже просто к этому времени заработали свой капитал и это тот период когда свое хобби можно превратить наверное в свой бизнес небольшой да вот есть у меня одна подруга я ее не спрашивала разрешение можно об этом говорить или нет поэтому не называя ни имен ничего а света если ты себя узнала привет она построила вообще потрясающую карьеру в роснефти и сейчас ей за 40 она свое хобби а путешествие на не знаю как правильно называться да она очень любит большие парусные корабли и сейчас она капитан больших парусных судов зарабатывая на этом деньги катая иногда туристов и иногда сама ходит в очень сложные экспедиции она уже побывала в антарктиде и недавно я видела у нее закончилось путешествие по арктике уже нашей до российской арктике да это прекрасный возраст когда вы уже заработали деньги вы состоялись и это прекрасная возможность оставшуюся часть жизни оставшийся период жизни посвятить себе посвятить своим хобби кстати я свободная от основной работы время консультирую потому по вопросам как найти себя в эмиграции да как найти свое место под солнцем а в плане в экономическом плане да найти свою нишу в бизнесе как реализовать себя как реализовать свое хобби превратив его в бизнес поэтому если у вас есть какие-то нерешенные вопросы сомнения на эту тему до обращайтесь ко мне напрямую и мы можем с вами пообщаться на эти темы что у меня тут еще написано в этом возрасте уже все больше мысли о том а где же можно жить на пенсии это тоже кстати один из вопросов которые движет людей к эмиграции а где бы пожить на пенсии потому что опять же тот прекрасный возраст когда мы можем выбирать себе место для жизни уже из предпочтений например климата до россия огромная территория и много людей жили где-то в центральных частях и очень редко выезжали к морю и я знаю много людей которые мечтают на пенсии пожить на берегу моря у меня таких вопросов особо не стояло потому что я из краснодара да и съездить на черное или азовское море это вопрос решался за один час скажем откровенно в моем детстве да когда я уже была повзрослее этот вопрос решался немножко подольше потом из-за пробок на дорогах но тем не менее я в своей миграции не столько искала теплое море сколько просто место где мне будет хорошо но для людей которые вот знаю много мне пишут с кем я общаюсь ищут для себя местечко для эмиграции на пенсию именно для того чтобы рядом было море люди ищут а теплый климат а кому-то не нужен теплый климат кто-то больше любит более умеренный как я например да вот я в испании жила там где как все говорят постоянно идет идут дожди да в деревне в деревне гадюкина опять идут дожди но мне нравится такой климат поэтому я для себя выбрала такой а кто-то выбирает там юг испании кто-то выбирает карибское море где лето круглый год у каждого из нас есть свои предпочтения и в принципе вот период пенсии как раз это тот период когда можно для себя выбрать такое место под солнцем и даже найти то место где на российскую пенсию вы будете жить вполне комфортно и арендуя дом и вам будет оставаться и на еду на небольшие или большие путешествия зависимости от того какая у вас пенсия или вообще можно например продать дом в россии на этот на эти деньги купить себе недвижимость в той стране о которой вы мечтали всю жизнь и вашей пенсии в россии а вполне хватит даже в той же аргентине продукты здесь очень дешевые вот например мне принесли мы сидим сейчас кстати вот это кафе где мы сейчас находимся это на одной из самых дорогих улиц это кафе которая находится на территории художественного музея и вот такой вот чудесный коктейль из маракуйя это безалкогольный да я стараюсь алкоголь в дневное время не пить коктейль из маракуйи по моему он стоит ну чуть больше одного евро там евро 20 не больше а такой вот сладость мне принесли ой честно не знаю сколько но не больше двух евро я думаю там от силы полтора евро вот это будет стоить вот пожалуйста меньше зачем чем за три евро вы можете по полдникой да сейчас время полдника поэтому кстати кафешка очень много людей люди уже пообедали до ужина еще далеко и выходят на такие вот терраски чтобы поболтать с друзьями или встретиться со своей семьей и что нибудь по как-нибудь подсластить свою жизнь кстати в аргентине очень много едят сладкого здесь порой даже на трудно найти место чтобы можно было пополнечить или позавтракать без сладкого кстати а у меня это место любимое в том числе для завтраков потому что здесь есть замечательные предложения не сладких а завтраков которых в аргентине очень трудно встретить а какие еще возникают вопросы ой замечательный такой был комментарий один мне тут прислали вы ничего не знаете про эмиграцию вы сейчас в розовых очках потому что всего месяц а вот почитайте есть статья я эту статью уже видела за свои больше чем 10 лет эмиграции много раз а об этапах эмиграции в плане психологии вот здесь я вам хочу сказать это не только мой опыт но и других эмигрантов не нужно читать псевдо психологов которые вам будут рассказывать о том что в эмиграции вы обязательно будете проходить сколько там из за 5 этапов принятия неприятия впадание в депрессию тоске по родине и так далее и так далее мы все абсолютно разные кто-то может быть эти этапы и будет проходить но кстати для этого просто я считаю нужно правильно подготовиться и на моем вот этом самом youtube канале есть видео там называется 12 чего-то там успешной эмиграции там я рассказываю о том как правильно подготовиться к эмиграции чтобы вот потом как раз вот этой хней не страдать по поводу принятия непринятия тоски по родине и так далее если вы правильно подготовитесь к эмиграции ничем вы этим страдать не будете я лично вообще скажу так я к эмиграции не готовилась потому что даже ну как таковой цели эмиграции у меня не было все-таки мои мои эти вот движения по жизни и смены мест жительства и стран они немножко другие и я не готовилась к эмиграции но могу вам вот рассказать свои ощущения например да когда я приехала в испанию жила я в особнячке на третьем этаже а был у нас такой большой балкон вот села я на этот балкон а именно села на бордюрчик на этом балконе мне немножко кружилась голова сижу и думаю блин ленан куда-то взгромоздила сейчас чертыхнешься к ядре не фене с третьего балкона и разобьешься а с другой стороны блин это же по кайфу если настигнет меня здесь мой последний день ну здесь и помереть не стыдно красиво классно в принципе все у меня в жизни был так хорошо ты знаете когда дорогу раньше в россии перебегаю не перед этим запоросом я не буду перебегать собьет ну стрёмно как-то а вот если то машинка собьет как-то уже и неплохо так же у меня было вот с этим вот балкона вот поэтому один из моих советов не слушайте ничьих советов и особенно когда да вы эмигрируете в таком возрасте когда вам а могут рассказать да куда ты прешься да там тебя нигде никто не ждет на самом деле господа нас вообще никто нигде не ждет даже там где вы живете сейчас на родине или вы там в первой в десятой миграции вас никто нигде не ждет все зависит только от вас вы нужны только себе и строить свою жизнь так оператор за кадром меньше жри а то экран шатается не поставили мы сегодня на треногу есть красивая тренога но чё-то вот не поставили лучше кадр лучше да окей но тогда не жри что ты не шатал пись а возвращаемся к теме вопроса нас никто нигде не ждет ни на родине не в эмиграции поэтому вся ваша жизнь только в ваших руках да как мюнхгаузен взяли себя на волос за волосы и поставили в то место а где как вы считаете вам будет хорошо поэтому мой совет не нужно слушать ничьих советов моих тоже можете не слушать потому что это ваша жизнь и только вам решать один из моих всегда главных советов меньше сидите в группах эмигрантов уже которые давно эмигрировали и которые сидят там в группах и рассказывают я я тут 20 лет прожил я сейчас тебе девочка расскажу как херово здесь жить потому что в этих группах которые прожили 20 лет и они до сих пор сидят в русскоязычных группах это те люди у которых нифигашеньки не сложилось в этой жизни потому что те у кого жизнь удалось они сидеть там не будут с утра до вечера зачастую они даже если и заходят в группы они в группах но если мы например говорим об аргентине то в группах аргентозов они там будут сидеть в испании испаноговорящих так далее если ты прожил 20 лет у тебя все в жизни классно и ты считаешь что ты знаешь все классно как в этой стране у меня всегда возникает вопрос фида ты сидишь в русскоязычной группе и общаешься с русскими и несешь вот то что у тебя внутри да если ты успешный а тут и не будешь там сидеть часами я по себе знаю когда у меня идет огромный объем работы я даже а в своих группах которые я создала для своего промоушена да там в испании была жила 10 лет я вела свою группу о севере испании она у меня была для того рассказывать плохо или хорошо здесь жить я там просто рассказывала о своих экскурсиях о своих турах о красивых местах то есть чисто туристическая информация была я туда могла неделями не заходить я иногда себя заставляла заходить в эту группу и дать какую-то информацию потому что просто чувствовала себя ответственной а да вот сейчас у меня там группе где-то 30 с лишним тысяч человек я же людей привлекла в эту группу да я себя чувствую ответственной за тех людей которых я приручила поэтому я до сих пор захожу в эту группу и размещаю информацию о севере испании потому что люди ждут я это делаю все на других целей находиться в интернете то по большому счету у меня нет поэтому когда вам кто-то хочет рассказать о том как все фигово на основании того что он прожил там 5 10 20 лет когда человек говорит я здесь прожил 20 лет я все знаю а эта информация говорит вам только о том что он прожил 20 лет абсолютно не о том что он все знает потому что прожить 20 лет эта информация только о том что человек прожил 20 лет зачастую даже не выходя из своего барео не говоря уже о том чтобы он катался по стране и так далее поэтому чем меньше вы такого будете читать да вот когда случились мои первые миграции первого венесуэла вторая а в испанию слава богу на тот момент в фейсбуке я была только в группах вот венесуэльских до или в испанских местных в друзьях у меня были только местные у меня не было русскоязычных друзей до тех пор пока я не эмигрировала в испанию и даже наверное первые два года у меня не было русскоязычных друзей в социальных сетях в социальных сетях потому что я занималась своим бизнесом я занималась построением своей жизни и так далее вот поэтому это один из советов мой да никого не слушайте слушайте только свое сердце и то чего хотите вы в этой жизни а еще один частый вопрос за которые тоже меня хейтер или вообще по полной и как говорится и в хвост и в гриву а тоска по родине у тебя нет корней лена у тебя нет корней как ты можешь не страдать за своей родиной как ты можешь не страдать по своей семье не вспоминать и так далее что такое тоска по родине кстати да тут я проясню для всех мне было еще раз повторюсь мне было хорошо на родине да я из россии я себя чувствую россиянка никогда этого не стесняюсь всегда при встречах я с гордостью говорю откуда я в россии у меня было как я уже говорила в начале видео все хорошо я просто хотела попробовать еще чего-то нового в этой жизни поэтому я эмигрировала поэтому у меня нет тоски по родине от слова совсем особенно мне нравится вот это слово скучаешь по родине я не скучаю мне некогда и вам советую приехали на новое место займите себя интересными занятиями идите в клубы по интересам идите в парке идите в спортивные клубы путешествуйте потому что путешествовать где бы вы ни жили в европе в азии в южной америки это недорого и это интересно познавать новые места это всегда интересно поэтому вопрос скучаешь для меня он очень странен я не понимаю как вообще в этой жизни можно скучать тут не успеваешь все делать на заднем все намеченное кажется боже мой ну когда бы еще это успеть сделать по этому вопросу скучаешь для меня не не актуально а намного более серьезный вопрос это вопрос семьи а как я уже зараза семечко от маракуйи попала намного более серьезный вопрос конечно это вопросы семьи и тут уже я за вас не решу ничьи чужие вам совет вам тоже да как бы не помогут решить это по вопросу а как это было у меня поэтому могу рассказать только про себя ну про сына я вам уже сказала да то есть сын встал на ноги ему там было сколько ему было двадцать один двадцать два наверное да когда я эмигрировала у него уже была своя карьера у него была своя самостоятельная жизнь ну и я что буду сидеть ему и говорить сыночка не забудь шапочку одеть когда гулять пошел а миленький с этими мальчиками и девочками не гуляй да вот с такими хорошими гуляй ну сын у меня самостоятельно воспитывался как бы и он уже сам когда я видела что он в людях прекрасно разбирается у него свое окружение ну окей свои советы если что я могу дать по телефону по скайпу не знаю мы живем двадцать первом веке вот зашел skype позвонил маме позвонил папе а позвонил всем родственникам кому хочешь я иногда со своей сестрой бухаю по скайпу позвонила сестру я привет я вот это пью ты что пьешь наливай ай как вкусно какие новости как мои племянницы как кто и так далее намного конечно сложнее вопрос а может стать с родителями у меня мама мудрая она не сразу конечно была готова я ее потихонечку готовила к тому вопросу что когда-то мама готовься но я все равно уеду я хочу этого это мой выбор и в один прекрасный день мне мама сказала а если ты считаешь что там тебе будет лучше жизнь твоя будет лучше езжай за что я и конечно очень благодарна и это большой конечно камень с камень сердца другой вопрос у меня был то что когда я уезжала у меня еще был жив мой старший брат и я понимала что рядом всегда есть брат всегда может понять к сожалению год назад он умер и конечно вопрос немножко сейчас это то более острым стоит мои родители оба живы здоровы живут вместе и счастливо общаемся мы с ними регулярно по скайпу можем все видеть поделиться новостями более того по телефону я частенько делаю им прямые включения и просто выгуливаю своих родителей по красивым местам они со мной много гуляли по испании по скайпу к сожалению уже как бы возраст не совсем им позволяет путешествовать на такие далекие расстояния они уже путешествовали по скайпу со мной по аргентине немножко так что я считаю что век современных технологий это тоже не вопрос а и с другой стороны уже вот как сама я взрослая мама взрослого сына да а могу от себя сказать ну вот сын у меня тоже да в определенный период мой сын 8 лет назад тоже решился на эмиграцию у него своя история эмиграция я его к себе не привязывала да то есть когда я уезжала и он уже был взрослый а и что мы как-то вот не делали вот этот вот замок между нами до пуповина она уже была перерезана то есть сын хотел жить в россии строить свою жизнь я хотела жить а венесуэле потом в испании окей общение по телефону у нас было каждый день первое время потом через полгода становилось чаще реже и реже захотел сын эмигрировать окей я ему помогла как бы советами да и у него была своя история эмиграции потому что в испании мы тоже жили на расстоянии 800 километров захотел потом сын у меня жить в швеции замечательно я не буду его никогда привязывать свои юбки я ему сказала пока у меня руки ноги двигаются да у тебя своя жизнь у меня своя жизнь всегда друг другу поможем советом и так далее то есть голуби летают главное чтоб не нагадили в пирог а на чем там голуби у меня немножко в сторону отвлекли мы детей себе рожаем не в качестве помощников у каждого должна быть своя жизнь и если например вы далеко в эмиграции а родители там уже в возрасте сами себя не могут обслуживать ну можно же всегда нанять обслуживающий персонал да можно нанять человека более профессионально который умеет это делать ухаживать кто профессионально может поставить уколы капельницу и так далее а то есть решается это по-любому и как вы будете решать этот вопрос зависит только от вас тут вам уже никто не советчик как бы ну как то вот так по этому вопросу так что еще ну да самолеты летают тут у меня еще кстати написано что не нужно бояться если у вас что-то в эмиграции не сложится ну не приняли вы новую страну или страна там вас не приняло самолеты летают всегда можно вернуться обратно и тут уже как вот говорят да лучше попробовать и вдруг вам там не понравилось зачем это не сделать и потом страдать всю жизнь от сознания того почему а вот если бы я бы это сделал а вот было бы лучше или нет зачем вот это вот якобы да кабы лучше ведь попробовать не получилось мы сели на самолет вернулись обратно самолеты летают что скажет при этом окружающие а иммигрир а вернула а вот я тебе говорила ну говорила и говорила и чё люди они все время что-то говорят неважно чего и кстати да у людей есть замечательная способность больше вам сочувствовать когда вам охреновенько так что когда вернетесь может еще больше любить будут а потому что как это ни странно вот когда вам хорошо разделить с вами ваше вот это вот хорошо для большинства людей намного сложнее чем разделить с вами ваше когда вам плохо вот когда вам плохо вас будут больше любить вас будут больше сочувствовать и так далее так что не переживайте если у вас что-то не сложится и придется вернуться люди за вас будут рады так что еще что еще здесь себе записала об этом рассказала рассказала про мобильность современного мира я вам рассказала вот а ну еще вопрос что в этом возрасте очень тяжело найти друзей мне кстати на моем youtube канале есть видео как найти друзей в иммиграции а если коротко очень просто открываете рот разговариваете и находите себе друзей хотите более подробно на эту тему у меня есть плейлист успешная миграция с еленой вивас где я рассказываю и как выбрать себе страну для иммиграции и как подготовиться к иммиграции а и как выбирать себе друзей как находить себе друзей в иммиграции поэтому подписывайтесь на мой канал ждите новых интересных публикаций листайте мои плейлисты там вы найдете очень много интересной информации и конечно же ничего не бойтесь всем успешной иммиграции всем пока